Здравствуйте дорогие друзья, с вами мастер Фиде Роман Ежов. Мы с вами продолжаем дальше знакомиться с очень интересным дебютом на сицилианскую защиту. Это второй ход слон Е2. И в этот раз мы с вами посмотрим продолжение, где черный проводит план Е6, Д5, но не скидает пока пешку на Е4. Это оставим напоследок. Итак, конь Ф3, Д5. Мы защитили пешку. Ну и здесь несколько ходов. Давайте посмотрим очень неприятный ход слон Д6. Со мной так играли двое. Это международный мастер из Эстонии Тарва Семен. С ним я смог свести эту партию в нищую. И Сергей Жигалко, очень известный гроссмейстер. Ему я, увы, проиграл. Но играл я против него тогда неправильно. Сергей тогда впервые... Именно Сергей впервые сыграл это продолжение со мной. Я сделал рокировку. Черный конь Е7. В партии я пошел слон Е3 и получил Д4. Очень сильный ход. После чего... После чего... А нет, я вас обманываю. Я обманываю. Я сыграл в С3 рокировку. Вот это все правильно. И вот здесь я пошел слон Е3 и получил Д4. После чего у черных стойкое преимущество. Брать первую минуту Д4 несколько раз точно опасно. Один раз можно. Ну и Сергей меня уверенно там перекатал. Вы можете найти эту партию в интернете. Я же, после того, как проанализировал, после того, как против Тарова Симона попробовал играть конь А3. Здесь сразу, что тоже является не самым сильнейшим ходом. Все же я пришел к выводу, что здесь надо играть Е5. Сразу прогонять этого слона. И вот теперь конь А3. Черные должны играть Д4. Иначе мы залезем слоном на Е3. Сами там проведем Д4. Поэтому Д4. И вот здесь концепция нашей игры, что ослабевает поле Е4. И мы сюда залезаем коньем на Д2. Не на Ж5. Потому что на Ж5 это по ДФ6. Нам не нужна эта контр-игра. А именно на Д2. Черные играют Б6. Выводим коня на Е4. Опять же, теории никакой нет. Я стараюсь делать разумные ходы со стороны черных. И показываю наш план со стороны белых. Пока слишком мало партий в этом дебюте сыграно, чтобы тут делать такую супертеорию. Поэтому пока все в виде предположений. Мы тогда залезаем на Б5. Если слон отходит, мы залезем на Д6. Если не реагируют, мы съедаем этого слона. Выводим слона своего на Д2. Черные должны ставить ладью на Д8. А мы ставим ладью на Б1. Ф6. Типичный подрыв для таких позиций. Тогда поменялись. Задвинули пешечку на С4. Готовим где-то прорыв в Б4. Черные, скорее всего, должны играть коня в 5. У нас есть своя слабость. И черные должны ставить коня на хорошее поле. Ну и куда-то сюда они должны метить. Мы должны поставить сразу слона на Ж4. Мы присматриваемся к другой слабости черной пешки. Е6. Ну и заодно угрожаем съесть коня с двоей пешки. Поэтому конь Е7 это однозначно. Тогда Б4. И на взятие мы съедаем слоном. У нас есть небольшое преимущество. На тот случай, если черные посчитают, что они могут сделать вилку, что, конечно же, не так, то мы делаем шаг. Точнее, так-то они могут сделать, но у нас очень опасная игра тогда. Ферзь выходит на h5. Надо есть ладью. Поменялись. Надо есть коня и вести пешку вперед. Но после ладья d1 у белых явно лучшая позиция. Слишком много слабости у черных. Здесь все перевязано. Пешка d3 слабая. А у белых все под контролем. Брать пешку на f4 нельзя из-за слона е7. Ферзь обязан защищать этого коня. Давайте вернемся к этой позиции. Основным ходом все же здесь является конь f6. Разумный ход. Вывести коня. Но тогда мы играем е5. Сразу же тычок коня заставляем уйти. Рокировка. Слон е7. И здесь два хода есть. С3 и с4. Еще я иногда играю слон е3. Но по сути это все относится к код с4. Я советую вам слон е3 не играть. Там есть дополнительные трудности в виде ферзь b6 и тут проблем с пешкой. Это я так. Слон е3 можно сказать балуюсь немножко. И меня могут в любой момент наказать. Вам советую играть сразу либо c4, либо c3. Итак, давайте смотреть. Если c3, то черные должны делать рокировку. И d4 переходит что-то. Все это напоминает французскую защиту. То есть если вас устраивает такая позиция, вы можете играть. Я не играю французскую защиту вот с таким пешечным построением. Я на французскую защиту играю конь c3. Поэтому меня это не устраивает. Я, конечно, знаю как играть в подобных позициях. Но нет такого чувства, что вот она, та самая позиция, ради которой надо стремиться. Если съедят на а3 с двойным пешки, великолепно черные останутся без очень сильного чернопольного слона. И с двойным пешкой это небольшая плата. Зато у нас будут шикарные два слона. Поэтому здесь я рассматриваю вот такую жертву. И черным я советую именно так ударять. Иначе позиция очень скомканная, очень сжатая. Белые тоже должны съедать эту ладью. Ферзь d4, поменялись. И после слона f4 у черных безусловно есть компенсация за то, что они без качества. Но у них сильная проходная центральная пешка. Фигуры оживают, появляется поле c5. Ну и здесь, кто лучше играет в шахматы, тот и должен выигрывать. Мне нравится продолжение c4. Черные играют здесь, конь b6. Белый выводит слона на e3. Так сильнее. Я одно время как-то пробовал играть конь c3. Но проблемы потом с развитием этого слона. Его на e3 не поставишь под d4. А на d2, e1, g3. Но вот как-то везде в пешке упирается. Везде плохо стоит. Поэтому конь c3 играть не стоит. Сначала выводим слона. Рокировка. Теперь нам надо поставить коня на c3. Но пока отойдем слоном на f2. Иначе под вилку попадем. Черные должны строить какую-то контр-игру. Если они будут стоять, то все плохо. Белые выведут коня. Поставят пешечку на a4. И начнут потихоньку атаку. Слона часто в подобных позициях на g3 ведут. Кто смотрел последние мои стримы, те видели, как я провожу подобные партии. И понимают, как надо строить атаку. Черные здесь должны играть f6. Однозначно. Здесь есть несколько ходов. Долгое время я играл в конь c3. И вам советую. Это крутой ход. Просто мне он немножко надоел. Но так можно играть. Конь c3. То есть не реагируем на ход f6. После размены ладья f5 напали на пешку. Защитили ее слоном. Слон на f2. Для этого выходил, чтобы на g3 встать и защищать пешку. Да. Плохой слон у нас. Но пока он будет выполнять роль защитника. Слон d7. Белые ведут коня на b5. Ну, хотят залезть на d6. Черные слон e8. a4. Одна из наших главных идей. Задвинуть пешку на a5. Черные играют a6. Конь d6. Поменялись. И черные сразу же начинают нападать на нашу пешечку. Ферзь d2. Идея залезть ферзем на e3 пешку мы не защищаем. Ферзь, если на e3 залезет, будет под боем пешка c5. Под боем пешка e6. Поэтому со стороны черных разумно сыграть d4. И в партии Вавулин-Смирнов было сыграно слона h4. Посмотрите обязательно эту партию. Там был сделан сильнейший ход ферзь d7. Где позиция приблизительно равная. Но все равно белые атакуют. И, в принципе, вот эта партия это то, к чему... Эта партия вообще хорошо показывает идею этого варианта. Поэтому берем на вооружение. Я здесь рассмотрел, если черные съедят пешку на d6, то мы выдвинем пешку g4 вперед, нападем на ладью. Ладья должна уйти. Теперь выйдем конем на g5. Угрожаем съесть ладью на f8 и подвести вторую ладью. Поэтому логично, что черные должны съесть, поменяться ладьями. И пойти слон g6. Надо как-то развиваться. Теперь переведем слона на открытую диагональ. Нападем на ферзя. Логично пойти e5. Тогда h4 идем в атаку. Черные h6. И мы h5 задвигаем. Да, у белых нет пешки. Но очень атакующая позиция. Все фигуры стоят хорошо. У черных проблемы с белыми полями. И вот, честно говоря, за черных здесь очень тяжело играть. Поэтому берите на вооружение. Мне кажется, классный вариант. Я долгое время именно так и играл. В последнее время я стал скитать пешку на f6. Просто ради разнообразия. Слон f6. Напали на пешку b2. Конь c3. Ферзь e7. a4. Идея даже самая. a5. И ладья e1. С идеей перевести слона на f1. Открыть линию e для ладьи. После чего будет неприятная связка и проблема у черных. Поставим пешку на g3. И слона фенкетируем. Поставим на g2. Может быть, в некоторых вариантах даже и на h3. И у белых здесь очень хорошая позиция. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Нам осталось совсем чуть-чуть до 1000 подписчиков. Давайте. Надо поднажать. Я надеюсь, что к концу марта, в начале апреля мы наберем нужную сумму. На этом все. До новых встреч. И всем пока.